Власти Махачкалы расширяют парковую зону центральной Джума-мечети. Для этого перекроют прилегающую автомобильную дорогу. Вот уже второй день ведутся работы по демонтажу ограждения вокруг мечети. Проект согласован с духовенством республики. Масштаб реконструкции выяснял Хамза Нурмагомедов. Центральная Джума-мечеть – жемчужина столицы Дагестана. Ежедневно съемь наретов разносится призыв к молитве. Пять раз в день на намаз собираются сотни прихожан, а в пятничный день на богослужение приходят более 15 тысяч мусульман. Администрация Махачкалы с целью дополнительного благоустройства прилегающей территории мечети обратилась в духовенство республики. Я обратился к шейху в прошлом году о том, чтобы разобрать этот забор. Были времена, когда на самом деле нужда была в этом заборе. Сегодня, благодаря руководству нашей страны, нашей республики, мы живем относительно прошлого времени диаметрально противоположно хорошо. Поэтому, создав территорию на 8 гектарах через дорогу, где есть там и аллеи, и скамейки, и объектное освещение, взять, мечеть, оградить забором, я считаю, это не совсем правильно. Полностью эта вся территория будет предоставлена нашим горожанам. Мы не пришли помолиться, погуляли, отдохнули. Хотят, пусть помолятся, не хотят, просто отдохнут, подумают о Боге. После согласования проекта, столичные службы ЖКХ активно приступили к демонтажу забора вокруг мечети. Для горожан зону отдыха расширить. Мы убираем сегодня забор. Как уберем забор, мы приведем тротуарную часть в порядок, потом расширим зеленую зону, парковочные места благоустроим. И я думаю, что сегодня весь забор уберут, полностью закончат. Вывезем весь мусор, и потом уже завтра, завтра мы начнем уже благоустроить и тротуар, и зеленую зону в порядок превратить. Скамейки добавим вокруг мечети. Задействована рабочая группа с использованием спецтехники. По завершении сноса старого ограждения специалисты приступят к расширению парковой зоны. Для этого будет перекрыта прилегающая к мечети дорога. В момент этапа у нас идет, разбираем забор, разбираем работу, потом будет у нас расширение парка и парковочных мест до туды. Естественно, эта дорога тоже будет закрываться у нас полностью, выход будет прямо на колени, вот так обход будет делаться. В данный момент просто вот это сейчас разбираем полностью, столбы, все, будем сниматься, вот это вещи делать. Пользователи соцсетей по-разному отреагировали на эту новость. Одни считают, что это очередное отмывание денег и забор никому не мешал. Другие положительно отзываются о подобных изменениях. Вы знаете, в этом отношении неоднозначно. Многие люди приезжают на машинах, им негде поставить. Хорошо сделали в Грозном. Если вы будете возле мечети Сердца Грозного или Чечни, я не понял, как называется, видите, какая там огромная площадь, машины можно останавливать там. Вообще-то для машин можно было за счет вот этого парка увеличить зону. Я очень удивляюсь, почему давно ее не отдали для людей. Хотя бы раз в пятницу можно было отдавать под большую-большую стоянку. Будут парки, будет все иное. Это все хорошо. Хорошо, что у нас новый этот приехал с Москвы. Мы надеемся, что у нас город будет в лучшую сторону. Сорок реализации проекта, два года. Финансирование полностью на себя берет администрация города Махачкалы. Сумма не обозначена. Остается верить, что все обещания администрации города будут выполнены в срок. И территория вокруг мечети станет еще более привлекательной, красивой и удобной для посетителей. Гамзат Урмагамидов, Гилач Курбан Алиев, телеканал ННТ, Махачкала. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова